Друзья, всех приветствую! На торговой сессии четверга мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые оказывают влияние на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Сегодня хотелось бы начать с рынка нефти, который долгое время находился в довольно узком диапазоне и не давал нам возможности зацепиться за какую-то волатильность. В ходе вчерашнего дня котировки Brent просели больше чем на 5 процентов. В данный момент мы видим уровни и цены 44,39 доллара за баррель и вчерашнее снижение, друзья, стало реакцией трейдеров на данные по запасам. Учитывая то, что запасы нефти снизились, довольно странно было наблюдать вчера за нисходящей динамикой котировок черного золота. Запасы, отмечу, снизились на 9,3 миллиона баррелей. Это все следствие урагана Лаура, который бушевал на Мексиканском заливе неделю назад и, разумеется, повлиял, сказался на динамике работы и нефтеперерабатывающих предприятий на побережье Мексиканского залива и, собственно, на самих добывающих платформах непосредственно в самом Мексиканском заливе. Объем нефтедобычи в штатах за минувшую неделю снизился на 1,1 миллион баррелей. Это тоже, друзья, все отголоски влияния стихии на нефтяной бизнес в штатах. Если логически порассуждать, то снижение объема нефтедобычи должно было бы привести к резкому росту котировок нефти. Но вот почему-то участники рынка в этом фоне решили найти поддержку для распродаж. Я нефтью не торгую, вы, друзья, это знаете. Пока рынок не даст какую-то очевидную новую тенденцию, в него я заходить не буду и вам, в принципе, не советую. Очень много сейчас новостных факторов, которые очень долго держатся уже на рынке нефти, но в разные периоды времени рынок сам хватает какой-то из этих элементов пазла новостного и старается оправдать им ту динамику, которая является более оправданной. Пока нет однозначной фундаментальной картины, я считаю, что работать с рынком нефти очень рискованное предприятие. Индекс американской валюты, как я уже отметил, 92,89. Очень два важных события для американской валюты. Это, собственно, отчет по Non-Farm Parals, который будет опубликован завтра и еще не забывайте в середине этого месяца заседания Федрезерва. Американский регулятор дал нам очень много уже вводных, с которыми мы работаем. Собственно, благодаря решению ФРСа перейти на политику инфляционного таргетирования, мы стали активно распродавать американскую валюту и достигли ближайшей цели, которая была обозначена по индексу доллара на отметке 92 пункта. Сейчас мы работаем с коррекцией, но эта коррекция носит техническую природу. Я не вижу каких-то серьезных фундаментальных предпосылок, из-за которых можно было бы снова поверить в рост доллара. Поэтому и не верю. На повестке текущей торговой сессии данные по заявкам на пособие по безработице. Этот отчет выйдет в 15.30 по московскому времени. Также сегодня в 17.00 выйдет релиз по активности в сфере услуг. В начале этой недели помним реакцию доллара на выход данных по производственному сектору. Сфера услуг куда более крутой сектор. Если производственный сектор это примерно 20% вклада в темпы роста и в показатели ВВП, то можно сказать оставшаяся доля от 100% это генерация как бы сферы услуг. Поэтому ни в коем случае эти данные не нужно недооценивать. В целом по доллару, друзья, я сохраняю ставку на снижение. Если сегодняшний релиз по активности в сфере услуг разочарует и также окажется хуже прогнозов в завтрашний отчет по Non-Farm Perls, индекс доллара завершает эту неделю снова ближе к уровню 92 пункта. Ставка на снижение американской валюты автоматически предполагает сохранение сделок покупки риска. В частности, европейская валюта сейчас котируется на отметке 1.18.13. Сосетия Женераль предлагает нам сделку дождаться коррекции до уровня 1.17 и уже потом покупать до цели 1.35. Эта сделка может быть актуальной несколько лет. Мы, конечно же, будем в моменте следить за тем, что на рынках происходит, но я думаю, друзья, то, что до 1.17 мы вряд ли уйдем. Мне кажется, потолок, точнее дно вот этой нисходящей коррекции, которую мы сейчас наблюдаем, 1.17.70. Посмотрите, например, на дневках вы поймете, о чем я говорю, там вырисовывается такой наклонный восходящий канал. И в случае отбоя от отметки 1.17.70 мы, разумеется, снова вернемся к растущей тенденции и будем уже претендовать на движение выше отметки 1.20. Если национальный фонд, фундамент, который сейчас бьет по позициям евро, можно с натяжкой сказать, что против евро последние отчеты по инфляции, по рынку труда, по роничным продажам. Сегодня, кстати, в 10.55 выйдут данные по активности в секторе услуг Германии, чуть позже по еврозоне в целом. Но много раз я уже отмечал, что для европейской валюты все-таки статистика сейчас не имеет особого значения и влияния, поэтому мы смотрим только за тем, что происходит с долларом. Я думаю, что установка по американской валюте ясна. Если все сложится так, как должно, по идее, сложиться по фундаменту, то есть скорые распродажи американца приведут снова капитал в расположение риска, и европейская валюта, австралийцы, новозеландецы, канадец и фунта пойдут на прежние максимумы. Что касается британцев, он дал меньшую коллекцию, чем евро, сейчас котировки 1.3320. Хотя, по идее, с точки зрения национального фонда, фунт мог провалиться сильнее, потому что Бейли вчера на выступлении в парламенте снова говорил о возможности ввода отрицательных процентных ставок, хотя на текущем этапе подтвердил, что это невозможно. Но этот инструмент имеется в арсенале, и при необходимости они его будут готовы задействовать. Также был сделан комментарий о возможности увеличения объемов программы количественного смягчения. И мы, друзья, знаем, что нет по-прежнему прогресса по Брекзиту. Если бы этот фонд был все-таки определяющим для фунта, британская валюта уже давно котировалась бы на отметке 1.30 и ниже. Но фунт, опять же, заложник общего рыночного настроения и восприятия динамики доллара. Здесь также не будем искать тогда иные вводные, иные причины для движения. Будем следить за американской валютой и на основании этого уже действовать по риску. Американский фондовый рынок растет благодаря поддержке Федрезерва, ожидании новых мер экономического стимулирования в виде пакета фискальных стимулов. Эта мера будет одобрена в ближайшее время. Сейчас только лишь вопрос о каких объемах. Как мы помним, в этот турник министр финансов США Манучин фактически призвал Конгресс незамедлительно согласовать новый пакет помощи для домохозяйств, которые сейчас пытаются оправиться от последствий пандемии. Я допускаю, друзья, то, что уже к следующему заседанию Федрезерва, то есть в перспективе ближайших двух недель, решение о новом пакете все-таки будет. И это, пожалуйста, еще один триггер для того, чтобы ставить на снижение доллара, покупать золото и, собственно, ожидать фондовый рынок еще выше текущих значений. По американской фонде мы работаем с индексом Dow Jones, который пока что не достиг прежних максимумов. Сейчас котировки 29 с небольшим тысяч пунктов, максимум по Dow Jones исторически 29 540. Цель, друзья, наша прежняя 30 тысяч пунктов. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всем пока!